Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня как-то проблематично Я что-то не понял, почему гуфануло Вот сейчас я не понял Почему гуфануло, ребят Идет Бьян вперед, пару залп Пытаются танки нагнать, но не нагнать Вообще Нет, ГГ здесь ни при чем Это с моей стороны какая-то хренотень была Непонятно Что тут идет битва Вьян не смог Поймать сейчас Рьянга Как-то его принять здесь Но Вьян зато на мэне, в общем-то, отбился Вот Короче, ребят Я извиняюсь, но я хз вообще Почему так произошло Это с моей стороны какая-то проблема Причем это, видимо, провайдер Сейчас что-то так сделал То есть просто чик разорвалась И Упал и чатик на твиче Упали везде чатики Упал стрим Короче говоря И Потом может Не знаю в чем дело Да, очень давно Такого не было Так, Бьян идет вперед Лимиты почти равные Боевые Бьян все еще в плюсе Пограйданс Самое удивительное Так, приходит Бьян Начинает ломать ЧЦ Зачем ее Рьян может Сейчас в орбитал Я хз даже Нужно идти Как-то отбиваться Ему в тыл Заходит Рьян Сейчас Бьян Это прекрасно видит Занимает позицию Ну очень четко Нужно только Аккуратно Быть своими Био-юнитами По лимиту Уже даже По боевому На 3 На 5 Плюсе сейчас Так, пошли Еще лаги Ну это уже Я не знаю У меня или Не у меня Я без понятия 560 Там пинг Рьян пытается Отступить Немножечко Дэмэджа От танков Рьянга Получает Пытается Зайти С какого-то Хитрого Прямо Направления Ко второй Базе Оппонента Своего Сможет ли Он нормально Это сделать Вопрос Хороший Рьян Куч Вовремя Дропается Раньше Чем Вьян Но Вьян В ответ Куч Тоже Дропнулся И Вроде бы Неплохо Даже Подрался Да От своего От своего Прирост Рьян гробщик залетает прямо под планетарку и Бьянг все-таки нашел уязвимое место, то есть он занял такую позицию, в которой будет тяжело его Рьянгу выгнать, хотя в итоге маленькие дрались, мягко говоря, кривовато, и Бьянг вынужден был вниз уступить, но Рьянг сам пошел, но отдавался, но лимит это вровень пока идут вообще. Бомбят, танки тут не слабо. ЦЦщик, Рьянг все-таки теряет четвертую базу, Рьянг все-таки ее убивает, медиваков очень много осталось у него, здесь в основном танки по лимиту, по боевому, правда, вровень практически идут, грейды 3-3, две атаки на технику каждого, и делается третья атака, и там, и там. Такое ощущение, что Бьян танков как-то побольше строит. Какая ситуация? 11-12 в пользу Бьяна, сейчас еще будет 11-14. Ну, кстати, ситуация не такая уж там супер какая-то. Так, заходит Бьянг за пару залпов, забирает, точнее, за первый залп танков забирает два танка, потом Марики забрали третьего еще, но развить успех продвинуться дальше не получилось, здесь какие-то контур-дроп идет двойной со стороны Рьянга. Ну, у Бьяна Викинги, у Бьяна Марики с танком здесь. Ну, кстати, смотрите, Марики упали, и один танк Марика в 3-3 не развалит стопроцентно, еще сейчас и Викинги затерпят, в это время Рьянг идет в размен, в центре у Бьяна решает сейчас то, что там не планетарка, а орбиталка. В итоге Бьян отдает ее моментально, хочет вперед выйти, планетарку зашатал, конечно, оппоненту, но не так. Погодите, Рьянг собирается, Бьяна, да, Рьянг собирается, Бьяна принимать, у Бьяна абсолютно недостаточно Мариков здесь, чтобы нормально справиться с этим врывом. У Викингов подставляет, честно, как-то тупо у нас Рьянг, но они сыграли свою роль, они немножко Мариков задержали, в итоге разрывает просто Рьянг сламу армию Бьяна, а улетают 5 медиваклудохов, в которых 2 танка засели. Ну, я не знаю, кому это плюс-минус было, у Рьянга ТЦшечка на мэне осталось, а у Бьяна нет, то есть, на самом деле, Рьянгу в плюс это было получается. Ну, здесь вот, где-то ТЦшечка со второй перелетела у Рьянга. По боевому лимиту ситуация близкая. Бьян идет вперед, 2 танков Сиджи, Марики бегут вперед, но здесь-то сколько Сиджи на танках, просто немерено у Рьянга. И Рьянг разваливает Бьяна, вот это уже катастрофа, конечно. Хотя, какая катастрофа, в лимиту Бьяна больше, вот эта база решает, вот эта база, если б не эта база, то все, провал был, я тут гоню, какая-то катастрофа. Вот, ну, на самом деле, Бьян здесь подрался, он в целом-то проиграл, просто зарешала экономика и продакшн его. Опять кто-то лагать начал, прилетает Рьянг, начинает последнюю базу Бьяна шатать. Продолжение следует... Так, ну что, здесь проатаковали. Немножечко Бьяна отогнал Рьянга, 4-го охраняет очень хорошо, по лимиту вроде как нормально, можно выигрывать еще. Можно еще выигрывать, вполне. Ну, у Рьянга две базы уже начали добываться, то есть, в принципе, он будет вперед вырываться сейчас, по чуть-чуть. Но вот на вот эту базу уже Бьян бежит просто гигантскими темпами. Марики бегут, правда сейчас стимпак у них кончится через несколько секунд. Ну, они забегают, Бьян простимпачился еще раз тоже. КСМ-12 просто уничтожено. Здесь Марики прибегают отбиваться. Но отобьются ли они? Зато Рьянг в лоб тут проламывает Бьяна. И если вот эту ЦЦ-шику он потеряет, все, для него катастрофа. Но здесь-то дровка, смотрите, как решает. ЦЦ-шика падает, можно последнюю добычу сейчас выбить. Здесь Бьян ЦЦ-шику спал, смог отступить, сканет, видит то, что здесь абсолютно рядом есть еще одна ЦЦ-шика у оппонента его. Перестимпачный флам, Марики, но с ХГ неплохо встречает Бьян, правда. Ну, блин, у него демиджи на Марики были, ему нужно спалить, улететь отсюда, что он и делает. А Рьянг пытается перехватить, естественно. Улетает Бьяна этим дробчиком двойным. Ну, Ксилнаги, с Ксилнаги Мариком видел Рьянг, между прочим, куда Бьян улетел. По лимиту уже на 20 боевого в плюсе Рьянг после вот этих Диис, после того, как он ЦЦ-шику эту прогнал. Но, тем не менее, сейчас одна в одну базу становится игра. Ксилнаги идут, непонятно. Рьянг 1-0, ребята. Так, группу вступаю, отлично. Ждем продолжения. Продолжение следует... 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 время, то есть он победил бы здесь и продолжал бы прессинг, а теперь нужно ждать ошибок от оппонента. Не факт, что Бьян здесь ошибаться будет. Так, Бьян идет вперед, но это уже катастрофа. 155 на 109 по лимиту, конечно. Сейчас 118 становится. Бьян, правда, щиты только-только доделывает вот сейчас. Ну, заходит на ХГ масса, там четыре танка, мариков слишком большое, преимущество по марикам. Посмотрите, как без щитов они разваливаются. Вот сейчас в процессе битвы только щиты доделаются. Танки неплохо, так же, Бьян пошатал, но нужно отступить немножечко назад, начинать СС-шечку убивать, подводить прирост. Все, щиты готовы наконец-то. Бьян здесь выманивает под танки, в общем, мариков оппонента. Танчик один вперед заводит. Один танк под СС-шечки достает, очень неплохо сейчас. Приходит очень серьезный трех мариков. В данном секунде прямо-таки можно перелететь еще ближе сейчас к Бьяну. Пошел вперед Рианг, Бьян принимает бой, выждал момент, как-то четко про ответочку, про стимпачился и ломает все в хлам. Вообще, ГГ, Рианг пишет, это 1-1. Мы ждем третью игру. Рианг, Бьян, Бьян, Бьян. Продолжение следует... 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 Третья ЦС-чка строится, посмотрите. У Бьянчика, вот он просканил мейн оппоненту, что увидел. Увидел плюс два барака добавляющихся, реактор на Старпорте. Стим делается у Бьяна, еще там стима никакого нет. Но зато у Бьяна Либератор есть на мейне прямо у Рьянга. Он два КСМ убивает, но не более того. Надо складываться, улетать. Видимо, сейчас здесь туреточка есть. Здесь то такая агрессивная страта, улыновая фактически от Рьянга. Привет, Анцелад. Привет всем. И в Баркрафт тоже привет. Подлагивает все еще. Пинг прыгает все еще. По лимиту, смотрите. Бьяна больше по лимиту. И рабочих больше, и немножечко, и боевого больше. Но по боевому Рьянг абсолютно очевидно. Сейчас огонит оппонент. Пять бараков сейчас очень скоро заработает. Привет, Ник, все хорошо. Дела хорошо, нормально дела. Нормально или хорошо, не знаю. Я думаю, что даже хорошо. Вот. Два медивак плюс троица. Где? Погодите, есть вообще медиваки-то у Рьянга? Нет, нету медиваков. То у него есть, кстати, очень такой интересный юнит, который со временем, как и любой энергетический юнит, это очевидно усиливается. Это Рейвен, у него уже 150 энергии, сколько 200 будет. А 200 это два дефенс-дрона, это две явки. Туриели, это, ну, гончик, правда, в Гейте 125. Ну да, сейчас гонча стала дороже, чем раньше стоить, но она зато есть great на damage на нее. Пришел Марик Рьянга, наказал Геленчик, который там рядом стоял. У Бьяна тоже, кстати, стимпак сейчас доделывается. Обратите внимание, но у Рьянга уже щиты на половине. После стима автоматом, сразу же, точнее, по КДшке, щиты были заказаны в лабе, поэтому они максимально быстро начнут строиться. Ну и как вы видите, по экономике, по всем параметрам, Бьян сейчас плюсик, кроме боевого лимита, по грейдам в том числе. То есть, если он немножечко проживет сейчас, нарастить продакшн, то он, конечно же, будет тебя нормально чувствовать. Так. Странная сбивалка рейвеновская работа. Ну ты Министерству обороны тиранов напиши, они тебе дадут там на тех ученых, которые сбивалку рейвенов разрабатывали. Но они тебе объясняют, как она работает. Я потому что тоже не очень-то знаю, как она работает. 2-2 Бьян делает. Мариков много, танк много. Пушит сейчас Рьянг абсолютно очевидно. На 20 полиметра больше. Подходит ближе к Бьяну. Принимает бой очень хорошо Рьянг сейчас. Отсек Бьяна от своей же второй базы. Танков у него там нету сверху, чтобы с хайграунда выгнать. Но он снизу танками неплохо разбирается. Начинает шатать. Сейчас убивает. Практически убил ССС-шку уже. Вторую у нас Рьянг. Рьянг перевез там танки на ХГ. Нужно смещаться. Нужно третью базу обрубать. Но Бьянг очень четко маневрирует между своими базами. Не давая, в общем-то, возможности Рьянгу принять бой так, чтобы убивать уже. Но вот Рьянг заходит. Конечно, по ССС-шку Бьянг поднимает. Улетает Юрг. Здесь викингами прогоняют. Но танки очень жестко, конечно, здесь рассиджились. Но даже Рейвен выжил, что самое интересное. Вынужден будет Рьянг кидать сканов много, чтобы здесь драться нормально. Вот в чем минус, конечно. Так, медиваки смещают танки ближе. Тут Крампер переводит Рьянг. Бьянг бьется. Все еще надо бы отдалить немножечко. Отдаляю назад. Мариков у Рьянга значительно больше. 89-56 по боевому лимиту. Неужели Рьянг развалит сейчас Бьяна? Ну, после победы на GSL можно и подрасслабиться, конечно. Но нужно ли расслабляться? Денежки-то тоже уплывают. Понятно, что там 35 почти кэсов Батнинских выиграл, но здесь тоже твичу 400 добавить нужно было тем призам, соответственно. Но это уже ГГ. Посмотрите, 130 на 80. И последняя атака от Рьянга. У минусу Рьяна. Финал Гумиху против Рьянга будет. Так, твич-то заработал. Да, заработал твич. Я извиняюсь, ребят, что огрубилась так все. Так, твич-то влажно. Нет, нет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 выиграть вообще я леплю. Но Рьянг тоже силен, обыграл Бьяна. Опять же, ну то есть то же самое, что и с Бьяном получается. Конечно же Рьянгу 2-3 надо выиграть, чтобы победить, а вот Гумиху 1. Но, если против Бьяна играл бы Гумиху, мне кажется, весьма вероятным было бы 2-3, то против Рьянга думаю, что Гумиху все-таки фаворит. И, кстати, на кипбете ставочки есть, кому интересно. Пилите это. Делать все. Завтра у нас что поднимем? Сейчас посмотрим. Ах, а зачем там завтра? Вроде как ничего не наблюдали особо. Опа, кренделек пришел. Победитель турнира в Баркрафте. Я, кстати, 3-е место занял. Но я и так бич, а еще и без девайсов был. Вот. Поэтому там все очевидно было. Ну, пацаны молодцы. Первая поддержка за сегодня через плеер. Спасибо всем, ребята. В общем, битва идет Гумиху-Рьянг. По потерям, что. Гумиху уже Баншу потерял, двух риперов Гелика. А там только два рипера КСМ-ка. Потеря у Рьянга. То есть, Рьянг неплохо открылся здесь, получается. Минус Марик, неплохо. Еще одна Банша прилетает. Она с инвизом. Ну, тут уже турецки везде есть. Все везде есть, в общем-то. Оборона неплохая. КСМ-ку Банша минусует и дальше летит. Здесь заезжает. Куда-то надо вплотную к танку подъехать. Подъезжает вплотную к танку у нас Гумиху. Ну, Рьянг его развалил. В это время Банша, конечно, на мейт залетела. Что она, правда, тут наделает? Ну, наделала она пока минус 4-5 КСМ-ок. Это очень даже не твой консер. 6. Еще улетает. То есть, если захочет сбить ее сейчас с Рьянг, то ему придется сканить. Да, он сканит. А зачем полетел-то сюда? Пропал на циклона. Ничего не поделаешь. Гумиху в это время сразу же на вторую базу врывает. Смотрите, какая ответка за начальные потери. Просто серьезнейшая идет со стороны Гумиху. Так, здесь Банша на Викинге отдается. Ну, три гелека-то живы до сих пор. Смотрите. И они развалят 13 КСМ-ку. 15, погодите, здесь 15 КСМ-ок. Это Рьянг уже... Нет, Рьянг 8 минуснул, а Гумиху 16 Рьянгу минуснул. То есть, ну, вы понимаете, что гораздо больше минуснул Гумиху Рьянгу. Но по лимиту ситуация не такая уже прямо дичайшая. Так, автотурель хочет поставить. И уходит Ванша, Гумиху. Что ж ты такой нервный-то? Не надо было автотурель уставить. 29, 3, 4, 11 Равочих потеряно было. И вот уже Рьянг опять в плюсе общей сложности. То есть, 17 у Рьянга и 11 у Гумиху было потеряно. Это 8 плюс 3. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, прилетает у нас баратчик тут от Гумиху. Разведывательный барат. Проверяет все, что у Рьянга происходит. А у Рьянга 3 СС-шечка есть. У Гумиху нету 3 СС-шечки. От Гумиху идет очень сильная атака сейчас. Автотурелька на ХГ. Танк минусует. Демеджи 16 сейчас. Да, там автотурельки очень много демеджа. Сейчас они наносят. Но в итоге Рьянг сплетится. А у Гумиху только гелионы остаются. Игумиху развалился. Еще в хлам он пишет. Он пишет Г. Гену там один английский, а другой корейский. Не плевать, у кого какой-то донат. Не надо блудить здесь. И чужие деньги тем более считать. Игумиху. Продолжение следует... 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 Ванша начинает наваливать, здесь циклоны принимает, тем временем дома Ваншу. Так, здесь циклоны можно минуснуть. Минуснул циклон, но Ванша тоже погиб. В итоге двумя Ваншами ждал хитро, блин, с двух направлений врываться Гумиху. И в итоге минуснул три КСМа. Но все-таки у него есть уже преимущество в целом. Так, спасибо всем еще раз. Продолжение следует... Так, смотрите, что Гумиху творит вообще. Просто захватил сейчас реактор циклоном и минусовать хочет его. Ну, минуснуть не получается, потому что приехали прикрывать юнита. Ну, а турили там Рианг ставит и отгоняет, теряет энергию, в общем-то. То есть тоже польза от этого была, естественно, в Рио. Ну, правда, погиб циклон один тоже не очень хорошо. У Рианга 30 Сэшки, здесь три уже, третий это снизу, но в граунде вот что хорошо. 1-1 делается, но у Рианга 1-1 пораньше, у меня такое ощущение, да. Ну, по атаке примерно одинаково, а вот по армуру, по армуру у Рианга, да, пораньше. Чем у оппонента, здесь марики пытаются циклона поймать, непросто, оказывалось, это сделать. Криво турец, ну-то они очень-очень быстро сейчас падают, поэтому надо стараться турецкут. Если в данном случае надо было за минеральную линию сюда пытаться кинуть, то почему? Потому что тогда она бы больше времени могла бы атаковать. Отгоняет Гумиху Рианга из центра. 97-93 по лимиту, еще одна авто турецка от Рейвена. ГСМ пытаются уйти, ну, 3-0, кстати, сейчас. И в итоге Рейвен 5 юнитов убил за 2 врыва. И в итоге Рейвен 5 юнитов убил за 2 врыва. Так, ребятки, Гумиху полетал, похарасил и сразу же улетает просто танчиком. В это время авто турельки, ё-моё, сколько он этих авто турелек уже стоял. 5, ну, хотя в этот раз она особо ничего не убила, но депошку подожгла. И депошечка, судя по всему, догорит, если не вычинит ее Рьянг. В общем, Гумиху пошатал тут, полетал и добился преимущества в 30 лимита приблизительно. И Рейвен все еще жив, сейчас опять 50 энергии будет, и опять можно будет авто турельку выставить. Так, сканет у нас вообще-то Гумиху. Идет вперед, но Рьянг Ксилнагу тут пытается не дать оппоненту законтролить, но марики не очень-то могут занять там позицию, чтобы не давать вижена. В итоге уходит сейчас Гумиху наверх. Рьянг на это реагирует, сам идет наверх, может имеет смысл лишь назад уйти, что и делает Гумиху. Танки дропнул, два выстрела по танку, и он только в последнюю секунду успевает забрать Гумиху свой танк. Что-то неприятно. Так, здесь четыре марика, медиваки принимают, что за ошибки от Гумиху такие. Рьянг как четко... Смотрите, какой он юмор. Как он грамотно сейчас дропы отбил. И вот это сразу же почти привело к тому, что лимиты сравнялись. То есть, если бы этот дроп даже не терял Гумиху, не то, чтобы там дэмэдж им нанес. Он бы был где-то плюс ему двадцатку. Не двадцатку, на пятнашку где-то лимитом. Гумиху более-менее ровно. Здесь опять же марики на Ксилнаги отдаются, что-то бегают. Здесь все стимпачатся на один медивак. Просто, ну, он запарится, лечить энергии никакой не хватит там. Так, ну, что туда-сюда и двигаются оппоненты. У Рьянга 3-3. Здесь у нас 2-2. Так, доделался армор наконец-то. Ну, третья атака у Гумиху давно уже делается. Она даже чуть раньше, чем у оппонента будет на 6-7 секунд где-то. Ну, и что такое 6-7 секунд? Это смешная цифра, в принципе. И здесь просто 4-й. Ну, у Гумиху хоть 4-й ЦС, посмотрите, какая у него добыча. Просто почти 4К, там 3-600, 3-700 было. У него мулов просто 7 штук на 4-й. Да, за 4 даже переваливает добыча минералов. Это невероятная просто цифра. Ну, что, 160-23-3. И Рьянг заходит за ЦС, куку Гумиху за 4-ю. Пытается ее отменить, но Гумиху идет вперед, выгоняет Рьянгу. У Рьянга больше лимита. Это как бы опасно очень-очень. Так, третья атака у Гумиху заделала. Сделается третий армор. 157-177 в пользу Рьянга. На 20-ку будешь лимита. Будет ли он сейчас прессовать дальше? Или нет? Это уже вопрос. Да, Рьянг идет вперед, смотрите. Грубается сейчас танками своими. Гумиху бой, конечно, принимает. Но Рьянг занял так позицию, что четвертую может вполне легко простреливать. Здесь какой-то марик и без медиваков, без всего побежали. Что Гумиху делает, я понять не могу. Зачем он сюда вообще мариков отвел своих? Сейчас ему просто, если их примут, будет очень печально. Сканит Гумиху. Мариками смог отступить. Это очень хорошо. Лимиты ровные практически. Рьянг понимает, что у него просто, ну, есть, как бы, преимущество. Пытается прессовать небольшое. Здесь по кдшечке армор сразу пошел. 2191. Четвертую Рьянг занял. Ну, это цешечка с мейной перелетевшая. Но он еще и новую цешечку строит. Так, здесь, ну, здесь забегание будет принято сразу. Хоть тут не понять, куда марики бежали вообще. Тем более, тут два танка ждали. Пошел замес. Рьянг идет вперед. Гумиху принимает бой. Позиция мариков. Гумиху значительно лучше. И кажется, он все-таки Рьянга развалит. Смотрите, здесь... Ой-ой-ой. И еще и Медиваков попринимал несколько штук. Ну, сейчас Гумиху абсолютно точно в плюс подрался. Грейды 3-3. И две атаки на технику. У обоих Рьянг делает третью атаку. У Медиваков уже армор. Зато первый сейчас будет готов. Он не просто делается будет. Так, постоянные сканы. Сенсор товара есть у одного, у другого. Правда, у Рьянга только вот сверху перекрытый Гумихой в центре. И снизу на 6 часов, а там на 12. Еще идеально 3 надо. Раз, два, и здесь три. И здесь тоже самое. Вот здесь второй появляется тоже. Ну, все такая напряженная. Это ВТ идет очень-очень крутое. Рьянг, напомню, одолел только что Бьяна недавно. Так, ну, постоянная движуха идет. 112, 108, 165 по лимиту. 7 патч с Гумиху. Хотел пробежать дальше. Кстати, СССР-щика-то ничем не прикрыто, между прочим. Вот сейчас можно прорваться, попытаться. Гумиху смещается как раз к базе, которая в центре находится. И Рьянг не успевает ее прикрыть, между прочим. Это значит, что можно и нужно шатачить, что и делает Гумиху. Вот он залпу по минеральной линии уже делает. 5 ксм-ок, минус. Приходят гигантские. Просто 200 на 107,7 по лимиту. С темпатч с Гумиху. Рьянг идет вперед. Гумиху группу мариков выводит вперед, что с флеша поменьше было. Не по всем бил он. 100 на 160, и Гумиху в одной атаке жестко. Рьянга минус. Хорошая ТВТ высшего уровня. Просто как бы у нас на Близко не там. Хотя не, на Близко не пройдет столько Тиранов. Но Тираны сейчас крайне сильны в последнее время. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, третья решающая. Кто-то не подтверждает готовность. Кто-то там косячик нахрен. Надо его кикать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, что-то подзависло все, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну а вас я в очередной раз приветствую. Ну и конечно же, благодарю за внимание и говорю, что поддерживаете меня и мой канал, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, ну очевидно, да, что у кого-то что-то криво было. Вот, я жду DimaTorzok. Следующий, сейчас я домой поговорю быстренько. И продолжим мой стрим. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, то есть прикиньте, там граната больше, чем какие-то другие у них, наверное, даже подрезали. Ну что, здесь Бумиху в лёгкую просто. Отбивается, но успевает. Рьянг, улететь. Ой, какой вообще прикол. Танк дропнулся, сложился. Рьянг пытается уйти. Здесь КСМ-ка видит, Рьянг её. Если даже видит, в общем-то башню танк повернул, но не стрелил. Вот он медленно гусеницами своими, в общем-то, домой уезжает. В это время сканет В это время сканет Гумиху Мейн Риангу Видеть, что там происходит И Банша танк принимает Сейчас, пусть у нее скоро будет Инвиз, но Танк это очень ценный юнит, чтобы его догнать И принять. Туреток пока нет Потому что нет инженерок Циклонов нет у Рианга Поэтому Гумиху может нашатать сейчас Гумиху Так, здесь Банша 3-ю шатает 81-69 по лимиту Да, Гумиху играет свой любимый мех Между прочим, а любимый даже не слот Его еще сходца Еще давным-давно он этот мех любит На самом деле и в него катать Так, викинги-гелики Против Марика бьется Надо викингами успеть улететь единственное Так, приезжает что-то до синего пламени Решил тут Гумиху поотдаваться Что-ли массовое, еще понятия не могу Что он творит-то Одного викинга сбил Еще гелики заезжают Что-то Гумиху наглеет Банша просто депошки Это шатает Вместо того, чтобы нормальных юнитов убивать Он рабочих Посмотрите, сколько там просто стоит Бесхозных фактически Можно убивать и убивать Вот наконец-то Банша полетает Начинает шатать Имеет смысл Мула минус 0 Но не успевает Вот только сделать У нас Гумиху Рьянка просканил И Мулаф накидал Искана еще Остались, что самое интересное Ну, у Гумиху все лучше По экономике 63-51 У Гумиху делается армор Правда там 1-1 уже есть На био Ну, и боевой лимит одинаковый То есть, как бы, надо Гумиху тут По боевому-то Вперед вырываться Шигелики Они против Марика Мародеров Со Стимом При нормальном контроле При должном С хорошим количеством Медиваков Они развалят Небольшое количество Хэлбатов Вот как хэлбатов уже будет Много и по земле Перед танками идти И там штучек 5 медиваков Будет, чтобы они На голову дропались Так это вообще Будет уже хорошо Встречается Двойной дроп Вот Рьянка С дропом Двух хэлбатов От Гумиху Гумиху Пытается залетать На мейн Геликами на третью Видимо заезжать Так здесь Викинги встречают Один, точнее Викинг единственный Встречает Третью базу Кстати, никто Что-то не прикрывает В это время Гелики Так хэлбата 2 Залетает на мейн Очень жёстко Они больно делают В это время Гелики с синим пламяем Прорываются На третью базу Пытаются проехать Но дистанк был Четыре КСМ уничтожено Было Пятого И Марики Тут ошиблись Куда там Марики попёрлись Тилбат Прямо на Марика Вдропают сейчас Где-то 3-4 Марика Еще подрезал Гумиху Сейчас Но Полиометр Янк Люси И Гумиху Что-то втыкает Смотрите С продакшеном Вообще Что у него ресурсов Столько накопилось Так Цельщик Четвёртый Сенсор Тар Пошёл Три лаба Один реактор По три юнита Из одного Строются И по два Из трёх факторей По одному И из одной По два По пять юнитов Одновременно С два хелбата Три танка Наверно сюда бы Да не наверное А хочется Нужно бы ещё один реактор добавить Так Прилетает Гумихач Гумихач Минусует Пару мариков Танк Минусует Аппонент Уже Пошки Минусует Здесь какой-то странный Двойной дроп идёт А вот он Прямо на танке Ну чё странный Прямо на танке Грамотно дропает С одной стороны Гумиху пришёл Колбатами Геликами Фукуснул медиваки И отогнал всё хлам То есть дроп просто бесполезен В итоге Вот так Здесь задроп на КГ Но этот уже задроп кривоват Конечно был Так Сейчас первая атака Делается на меху Гумиху Второй армор Делается у Рьянга 2-2 сейчас будет Ну по грейдам 2-1 меха На 2-2 био Это нормальная Для меха Вполне обстоятельства Ситуация Конечно гораздо важнее Атака Чем армор Но армор Армор против мариков Тоже очень эффективен Сразу им атаку одну обрубает Например Так Здесь дропчик Ой как колбата сейчас Вот это сплэш был царский просто Смотрите сколько полегло Марика Сейчас просто за зал Ну что-то вот Софлай блоки И ту гумиху Опять же Он их не законтраливает Почему-то Здесь на четвертый урыв идет Холбата Приходит Ну рьянк-то Контраливает Эти холбатки Ну пришел еще танк И два холбатика еще Плюсом ко всему 182 166 Полиэмет Нужно как-то гумиху Здесь тоже на самом деле Развивать свой А вот три тура Первых выходит Вот это нужно вычинивать Что гумиху и делает Между прочим Понимаешь Такой медиваг Просто за один выстрел Того же викинга Сдохнет просто И никуда не долетит Так Здесь рьянк пытается Подрезать танки Или там колбатов Все что может В общем-то Гумиху выдвинулся вперед Нужно И нормально Развивать Успех Вторая атака у него Третий армор За оказывается И даже не позже Чем 3-3 у рьянка Одновременно То есть Как бы рьянк Тут подвтыкал С грейдами Пришли к СМке На вычинку Ну Для мех Тирана Такого проблемы Бой принять Как бы с оппонентом Конечно же Био тиран Драться не будет Особо хотеть Здесь тройной дроп Идет Ну тройной дроп Принимает дроп Колбатов сейчас Будет био вообще Гружаться Нет Тор выходит Говорит Привет ребята Сейчас я буду вас разваливать И разваливают Так Здесь дропчик какой-то На сенсор Тар Пошел Как же Гумиху четко Законтраливает Сейчас еще и викинги Видимо сюда прилетят Да викинги сюда прилетят Здесь просто Такая застава стоит Рьянка идет вперед Куда ты идешь Ты что творишь Рьянк пошел Просто развалился Вообще здесь Хлам Гумиху сразу же Снимается Идет дальше Вперед На 12 часов Прессинг оказывайте Причем он может быть Успешный Как только сюда Викинги вернутся И медиваки с холбатами Можно будет дроп с оппозицию Занимать 4 Тора 23 холбата Из них 10 5 медиваков 6 викингов 13 танков Здесь 8 танков И Биу с 6 медиваками Между прочим медиваков Маловато Так заходит Гумиху Принимает бой Танки сиджить Нужно обязательно Но он на муле почему-то идет Сейчас Пиу нам увидит Танки сиджиться В итоге А Биу подходит Ну и кстати Это вовремя было Все танки Оппоненту Гумиху выбил Торы бьются Танки бьются Холбата танкуют Две атаки уже есть Ильянг разваливается Здесь Гумиху А в чем прикол Лотвовского меха Современного Лотвовского меха По следующим патчам Такого не будет То есть Так же как и Биу Может дропаться Мобильно Вот ты так пришел Позицию занял Учитывая наличие медиваков Все ты Отсюда никуда не денешься Танки отвозишь Перевозишь Вперед Назад Чтобы быстрее прийти Чтобы убивать Вперед Парочку завез И продолжает Гумиху В общем-то давить Как вы видите Не дает Прям под танки Прибежать В чем самое интересное Что бьют Перестимпачное Лечить то особо Там и нечем Было Либераторы Разложились Да Они торов Даже бомбят Просто в мясо Но Тора не промахит И пишет Гегэриан Гумиху Победитель Лайфен Капа Номер 154 Занимает первое место Штуку Четыре стабаков Забирает Бакинских рублей А я наконец-то Охно Открою Ребята Вот Так что Вот такие вот дела Короче Короче Ребята На сегодня На сегодня Все На сегодня Все Стримы еще будут Завтра 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 Скорее всего Я поеду в деревню за грибами И как только я приеду Послезавтра Соответственно Но Стримов будет очень много До конца сентября Скорее всего Чуть ли не каждый день Вот Так что Приходите Подписывайтесь Но Но Я еще При этом всем Ребят Я еще Не уверен Что завтра уеду Вот Запись будет Выложена У данного Турнира На ютубе Она будет На две части разбита Только Вот Так что Кто не видел Посмотрите Ну и Будем закругляться Ребят Будем закругляться Что-то Гудгейм Как-то Медленновато Работает Всем за внимание Спасибо За поддержку Громадное Спасибо Ребят Очень Она важна Долго Меня не было Поэтому Особо Средств нет Всем пока Редактор Корректор Редактор Корректор 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 Корректор